Вопрос в том, что Россия совершенно особое пространство является и Франция, и Китай, и Тибет, и всякие другие пространства. И в этом смысле Россия особое пространство. Это пространство аморфное, пространство психическое, пространство гипертрофированное, несбалансированное и психичное. И в этом пространстве поэтому мы видим альтернативу, мы видим ее на собственной шкуре. Сегодня Россия как бы ждет либо тирании, либо это смутное время. Вот сегодня мы переживаем смутное время, и нас все больше и больше клонят к тирании. Мы как будто бы не можем жить посредине. Ну конечно были в России такие серединные моменты, они длились недолго. Иногда 2-3 года, иногда побольше. Но давайте посмотрим, начиная там от варягов, которых пригласили, древляне, поляне и кривичи, и сказали, порядка у нас нет, идите, владейте. И варяги пришли и начали закручивать свои дела. Вспомним Ивана Грозного с его обличчиной, Петра с его безумной бюрократией, которая должна была сковать Россию, ничего не получилось. Екатерину, которая пробовала сбалансировать как бы аристократию и бюрократию. Ну, 200-летний период романов, который был, ну, вроде бы очень сложным, и было много хорошего и плохого. Так или иначе, покоя не было ни у Пушкина, ни у Державина, ни у кого покоя не было. Ни у Чернышевского, ни у Толстого, который бежал 80 лет сам от себя, неизвестно куда. Покоя здесь ни у кого не было. И потом, значит, начинается кошмарный 20-й век с Лениными, Сталинами и прочими дикими-дикими властителями, которые вообще отбросили Россию куда-то далеко, в Азию, и превратили ее в пустыню азиатскую на почти век. Вот в этой ситуации, ситуации бунтов, смутного времени, тирании мы постоянно находимся. И даже посмотрите на цепочку харизматических лидеров, пассионариев, таких как Блаватская, Рейхи, Гурджиев, Гом, я не знаю, ряд других людей. И посмотрите, они все как бы приходят откуда-то. Блаватская приходит откуда-то с Гималаев, Гурджиев появляется откуда-то с Востока и из Кавказа. Там, я не знаю, Гом берет Кабалу за основание, и Арканы Тару, которые вовсе не российские. То есть, опять-таки, варяги приходят и дают русским эзотерикам определенный толчок и вгоняют их в определенную систему. Систему эту, повторяю, я называю светильником. Вот это сочетание магизма, мирового магизма и внутренней аморфности России, и каждого из нас, сидящих здесь, в этом зале, и делает Россию жертвой очень многих нелепостей и, как бы, ставит нас в особенно страдательное положение. И никакими технологиями, никакими психотехнологиями, никакими методиками, никакими теориями и философиями этот вопрос не решить. Это я понял давно для себя. И те занятия, которые я провожу несколько лет в России, до того проводил на Западе, занятия в Литве, в Поволжье, тут, там, в Москве, они носят общие методологические, сверхметодологические, я бы сказал, сверхметодологическую задачу. Они работают не на уровне системы, у меня нет никакой системы, не на уровне учения, не на уровне проповеди, не на уровне элементов практики и элементов тренинга. Хотя я пользуюсь и элементами учения, и методиками, и тренингами. Однако пользуюсь ими в игровом, условном и закавыченном контексте. Я говорю, да, мы работаем с мантрами, да, мы работаем с саморазвитием, с самонаблюдением, да, мы работаем с самопогружением, мы, я проводил школу состояний в Нижнем, мы работаем с культивацией состояний. Но это все как бы только лишь среда и пространство, в котором каждый человек может поставить свою задачу и решать свою собственную задачу. А не полагаться целиком на те технологии, те философии, которые я бросаю, с которыми я делюсь со своими слушателями и участниками, участниками моих практикумов. Что же, собственно говоря, я пробую сделать? Что, собственно говоря, может быть сделано? Может быть, либо построен светильник, и где-то он может подцепить огонек от какой-то зажигалки, спички, я не знаю, от какого-то другого светильника, либо, может быть, передан светильник. Светильник можно передать, я могу передать вам лампу, и я могу смастерить лампу. И светильники всегда разные для разного времени. Вот для нашего времени, для нашего магического времени в российском преломлении, магический строй глобальный в российском преломлении, я считаю бесполезными или почти бесполезными все философии, все технологические системы, все методики. Я считаю их бесполезными, если они рассматриваются как самодостаточные. Вот я понимаю, что я обижаю моих коллег и друзей, которые здесь предлагают разные технологии, и дыхательные, и всякие другие, и связанные с работой с социумом. Все это бесполезно, пока не происходит, если не происходит передача светильника. Если не происходит создание светильника, если этот светильник не является трансформационным инструментом. И передача светильника оказывается зависимым от целого ряда вещей. Во-первых, надо иметь светильник, чтобы его передать. Надо иметь огонек в этом светильнике, для того, чтобы это была не просто лодка, а еще и холма. То есть, как бы, подкрепление и награды уже в самой холме. Во-вторых, надо иметь кому передать этот светильник. И, как правило, ситуация оказывается всегда одной и той же. Ну, за последние тысячи лет, когда учителей много, а учеников нет. Действительно, в России сейчас есть, с одной стороны, незажженные светильники, то есть, очень хорошие технологии, очень опытные люди, очень хорошие системы, которые передают знания, может быть, через сто лет, через пять лет, через тысячу лет, в столь нет еще и огонек. И лампа обретет какой-то смысл. Опять же, в России есть сейчас люди, которые несут огонек, но светильника у них нет. Вот спичку несет человек и ищет, где бы вообще, кому бы передать эту спичку. И сгорает человек, и умирает человек на моих глазах. И теряет огонек. Сколько друзей моих потеряло огонек, и потеряло себя. Передать было некому. А передать некому, потому что для передачи светильника происходит в определенной ситуации, ситуация культивации, скажем, просто для начала. То есть всегда были, всегда, значит, в девятнадцатом, восемнадцатом веке, значит, в шестьдесятые годы, были круги, где происходила культивация. Были художники, вокруг которых, к которым приходили мальчики и девочки, и выходили из них. От них, от этих художников, от этих поэтов, от этих мистиков, от этих философов, выходили уже готовые для получения светильника. Сейчас время всеобщей распродажей. И совершенно фантастические люди живут в Москве, о которых никто не знает, и к которым никто не приходит. Мальчики и девочки смотрят телевизор, занимаются бизнесом, помогают родителям, подрабатывают где-то, занимаются, открывают такие таинственные области, как секс, бизнес, телевизор, диско и так далее. То есть современный мир как бы выносит на поверхность, в область пены, в область пены, тех, кто золото, вот тех людей, которые нуждаются в культивации. Не нужно сейчас никому то, что имеют 20-30 человек. Я говорю сейчас о людях, которых я знаю. Не нужно молодым людям всего этого. А им чего-то другого нужно. А почему это так происходит? По причине как раз вот этого магического, глобального охвата. Глобальными магами охвата душ, из которых вышибается такая староводная вещь, как томление. Или томление по томлению. Ну как это происходит? Человек получает аванс. Он получает некое переживание. Или он читает стихи, или слушает музыку. Получается полупробуждение. То, что описано глобальными живых теорий будильников. И дальше человек пробует вернуть себе это состояние, снова его открыть, снова, снова. Сделать его стабильным. И вот как раз не происходит в большинстве случаев сегодня этой первой встречи с самим собой. Не происходит этого чудесного открытия трансперсонального, спонтанного, которое является как бы залогом и как бы морковкой перед этим самым осликом, который ослик будет идти, чтобы еще раз попробовать эту морковь. И это не происходит, потому что нет или почти нет кругов культивации. Культивации вот этого странного, странного, неописуемого, непонятного состояния полупробужденности. Это все, о чем говорю я сейчас, очень-очень трудно вкладывается в слова. Ведь поверьте мне, ни Будда, ни Иисус никогда не занимались строением мыслей, развлечением, дравлением мыслей, индукцией, дедукцией. И Будда, и Иисус, и Георгий Иванович, Гурджиев и многие другие несли вот эту невербализуемую, неформализуемую вещь, светильник. они несли нечто, что мы называем словом светильник, и что, конечно же, не исчерпывается и не влезает в это слово. То есть трансформационную систему, трансформационную структуру. я хотел бы сказать, что в 60-е и 70-е годы вот можете пенять мне, что я как бы переоцениваю то время, недооцениваю сегодняшнее время. Под большим прессом политики, общества, экономики молодые люди, нет, не молодые люди, скажем по-другому, в России были зажженные светильники, были зажженные светильники, от которых можно было зажечь слой. Сегодня, я повторяю, есть незажженных светильников несколько, ну, насколько я знаю ситуацию, и есть огоньки тлеющие, которые очень трудно найти. И я думаю, что в конечном счете задача, которая стоит сегодня перед всеми нами, это задача помощи, помощи тем, кому, кто сможет стать создателем, получателем и передатчиком светильников. Это не так просто, это огромная работа, которую предстанет проделать этим людям. Это, как правило, молодые люди. Вот, и эта работа совершенно в забвении сегодня. Вот, эта работа не может быть целиком сведена к системе идей методико-технологий. Она всегда выходит за пределы вот этих, этих структур, этих учебных и наличных структур. И мое внимание в последние два-три года моей жизни в России связаны как раз и прежде всего вот с этим, с этой задачей. именно для того, чтобы передать, заразить этим импульсом младых людей я и провожу время от времени непостоянно, непрофессионально. Я непрофессионал. Слово это мне чуждо. Нельзя непрофессиональным эзотерикам. я провожу работу в разных формах с разными людьми. Если кого-то интересует что я делаю, то лучше всего заглянуть в мою книгу «Веселые и сумасшедшие» или «Зароссайские беседы». Она фиксирует не вообще всю мою систему, которой у меня нет, это просто срез трехнедельной работы, которую я проводил прошлым летом в Литве в Зароссае, где я нашел, обнаружил высочайшую в мире вершину на эту высочайшую гору. Три недели мы лезли, срывались, разбивались. Там очень высокие горы в Литве. Если кто-то был, наверное, вы видели. Они повыше Гималаев и Казмек, пик Ленина, это все чепуха. по сравнению с фантастическими горами в Литве. Вот мы лезли на гору три недели и книжка называется «Веселые и сумасшедшие». «Заросай». Найти эту книжку. Эта книжка будет продаваться здесь через две минуты, когда я закончу свое и так затянувшееся выступление. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Что может стоять светильник, о котором вы говорили? Магов вроде светильник, что это, например, для данной ситуации? В ситуации двухтысячелетней давности это был Иисус и 12 апостолов. Они вместе, 13 человек, образовали вот такой светильник. В ситуации две с половиной тысячи лет это была первая Сангха Будды. Светильником всегда является человеческое человеческое тело. Это может быть один человек. Светильник можно передать одному человеку. Хотя один человек у него меньше шансов получить, удержать, сохранить, передать дальше. Магизм сегодняшнего мира, беспощадность сегодняшнего мира, гипнотизм обрушиваемый на нас через средства массовой коммуникации, через друзей, через газеты, через родителей, он обладает сегодня чудовищной силой. И один человек плыть против такого потока не может. Нужно чтобы было два человека, чтобы было 12 человек. нужно соединить энергию, нужна экспедиция, которая направится против течения. Как раз теория этой экспедиции и развивается в книге «Веселые, сумасшедшие». нужно эту экспедицию либо инициировать самому на свой страх и риск и дать своим спутникам, привлечь спутников, увлечь их, либо присоединиться к существующей экспедиции и честно подчиняться правилам, которые назначат тот, кто эту экспедицию начнет. Потому что готовые структуры под разными названиями со суффиксом «изм» в конце, суфизм, иудализм, я не знаю, антропософия и прочее, они вызывают у меня это могут быть части святейников, религии сегодня существующие. Это все-таки пепелище, пепелище старых святейников, загоревших, разбитых. Я не знаю, ответил ли. Еще, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот как в отношении к вопросу экономической безопасности? Я беседовал с мастерами и другие и на Западе и они говорят, что последние 25 лет экспансия капитализма дикого, включая Европу, Голландию тоже, настолько подняла вопрос экономической безопасности отдельного человека, что у него нет времени заниматься духовным совершенствием. Он вынужден зарабатывать на жизнь, 30-40 лет зарабатывает на квартиру, а потом у него уже просто кинзии и все. Это творческая ситуация, экономическая безопасность, это вещь security, это вещь недостижимая, возможен экономический временный баланс, временное балансирование, извините, а не баланс, и этого балансирования, к этому балансированию нужно стремиться для того, чтобы не быть высосанным как устрица, вот этими самыми глобальными магами, то, что вы называете капитализмом, я называю магизмом, потому что плюс к экономическому высасыванию, о котором писал Маркс, которое, в общем-то, сравнительно еще невинно. Сегодня происходит психологическое опустошение, высасывание, из всех создан глобальный механизм, предельно устойчивый, механизм власти и механизм представительства этих глобальных магов. Правительство, телевизионные шакалы и прочие структуры, которых мы видим по телевизору, они служат вот тем, кто их нанял, потому что за ними стоят не просто капиталисты, за ними стоят скорее определенные игроки, которые тоже балансируют свою игру и меняют условия игры. Это очень интересная ситуация. И, естественно, здесь нужно творчество, и здесь нужно решить этот вопрос экономического балансирования и экономического не как бы избежать убийства, избежать убийства тебя. Ну, как вот вы переходите улицу, где много машин снуют, вы должны пронырнуть, вы должны все-таки не попасть под машину. Вот это становится все труднее и труднее, я согласен с вами в современном мире. И я думаю, что экспедиция, о которой говорил я сейчас, экспедиция, связанная с передачей или созданием светильника, может стать и может и должна также решать вопрос экономического балансирования. Но ни в коем случае нельзя заниматься чистым экономическим балансированием, оно должно быть частью общей экспедиции. Пожалуйста. Давайте. Среди многих людей, которые, как я знаю, люди, которые работают в банке, которые работают в банке, они тоже знают, что моборизм современного мира неудача для них уже действия, и тогда им успевала практически сказать, вы учили, что моборизм утверждают сразу интерес, сразу там сразу не не находится в банке, и не попадает в банке, занимался в банке, не двое человек пошел на это дело, и не хотят продолжать заниматься этим дальше. Я очень рад, что два человека схватились за соломинку или за спасательный круг и держатся. И я надеюсь, что они перейдут от пассивной тактики к активной и начнут грести против течения. У меня ощущение, что было много людей сейчас. Вот в каком состоянии просто что-то надо сказать. Вашими словами, мед пить. Иншаллах. Первый шаг. И опять-таки сравнивая Россию со всеми остальными странами, нам это удачнее удается, потому что так попадать прижатыми к стенке, когда вот уже вот в такое вот ароматричное состояние, не удается никому, кроме нас. Мы уж если залезли, вот залезли. То дальше уже только надо двигать, не вдохнуть, не выдохнуть. Но уж если мы вот выдыхаем, вот сравните даже с американцами. Если американец хочет крикнуть, он это делает. У него это не задерживается. Русский человек делает совершенно по-другому. Он терпит. Терпит долго. Совершенно. Они все делают свободно. Но они не получают от этого такого кайфа, какого получает русский человек, когда он долго натерпится. А потом вот, зато когда он разрешит себе этот крик, это будет вот такое вот. Я не буду здесь изображать, я уже в свое время откричала. Но это что-то такое уходящее в ультрасвист. Такой вот разрушительной вибрацией, все можно посносить, когда мы наконец дорвемся и выразим себя, конец по-настоящему. И вот поэтому, когда зарубежные носители приезжали, приезжали, с какого-то времени они стали замечать, что вот они уже не дают, мы не берем. А начинается процесс обратного перетекания. То есть они стали ходить буквально за ведущими семинаров, направлений и записывать все, что кто говорил. И этот процесс начал вот очень хорошо перетекать назад. Вот сегодня опять-таки Сережа сказал замечательную вещь насчет вот ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. Вот, мы в России все замечательно так сквозь себя трансформируем, что когда это выходит, это абсолютно неузнаваемо. Только у нас. Что мы сделали с дыханием, только у нас. Что мы сделали с дыханием, это отдельная песня. То есть они говорят, вот что это такое, вот непонятно. Даже вот один из ведущих американских ребёферов, Джон Полицейский, как мы его зовут, он действительно полицейский. Он был заниматься свободным дыханием, связанным дыханием. Когда он здесь у нас потусовался год, в Германии зовут Дори Шнайдер, можно попасть на ее семинары. Вот техника констилляции, это ее техника. Но мы же в России, вот мы уловили эту идею, которая транслировала Дорис, она очень завлекла. И вот используя именно вот этот импульс, который давала Дорис, мы придумывали такую штуку, вот которую Алексей назвал структуры. Я пока не называю то, как будет называться вот это, вот время моих форм вот еще только подходит. Поэтому прошу прощения, что я не могу точно адекватно назвать происходящее. Я могу только пока это передавать, вот путем чистой трансляции. Вот смотрите, вот это вот так вот. Вот что будет, вы увидите и почувствуете. Когда вот хочется вот уже вот что-то построить самому, да, ну вот уже ясно, давай вот закончим, вот так. Нет, нет, вы тоже попадете вот в круг, в котором будете вращаться, вращаться вы вместе со своим партнером, с которым вы работали. Год, два, ну во сколько у вас хватит. Надо быть безупречным вот в каждом моменте. Надо вам час, будет час, надо вам два, будете два работать. Один за другим идут. И вот, коль скоро мы говорим о транспарсональном, мне приходит на... Хочется, чтобы здесь кто-то сыграл в росте Станислава Грофа. Замечательно. Просто чувствует, кто Станислава Грофа. В следующем, это может быть не один человек, это может быть большая ассоциация. Вот просто... Марина была аккуратна за Станислава. Кто тебе важен, как сила в России? Это может быть еще зарубежная сила, естественно. Это может быть проявленная, непроявленная. Ну, что тут долго гадать-то не нужно, потому что мне проще-то всего выбрать из числа людей, которые на конференции, что каждый из вас будет какие-то роли и школы играть. Ну и что-то еще из политической действительности. Вот ты, например, будешь кабарет-дуэт, кабарет-академия. В одном лице, в одном лице. В одном лице. В одном лице. Жалко. Жалко. То есть ты сможешь защищать? Так, ну, конечно, трудно без реликнов, без, извините, без Агни-йоги, учения из школ Агни-йоги. Вот ты будешь от нее представителем общей реликнов, который знаком с Святославом Реликом. Конечно же, это был у него в Индии, в долине Кулу, там и так далее. Ну, нет, забывали ли ты был? Это хорошо. Отлично. Так, конечно же. Конечно же, тут есть несколько членов различных ассоциаций. Я думаю, что есть кто-то из числа ультов и сект, кто-то из числа разнообразных трансперсональных тусовок. Вот. Мне хотелось бы, чтобы Леша Саргунас сыграл роль Юлии Пасновой. С видеокамерой, да? Ну, за камерой. Просто ты был и велся, как Юлия Паснова. Мне встать или там? Ты ее хорошо знаешь? Я посижу тогда. Хорошо. То есть, вот, представлял силы из движения духовного акушерства. А вот такие перевертыши расши, конечно. Мне хочется еще кого-то попросить сыграть какую-то роль, может быть, нехарактерная. Давайте кто-нибудь из вас будет парой тантрических йогов. Например, ты и ты, вы сидите рядышком. Ну, вот из ассоциации йоги Петерникова там, которые на все семинары ходят, там тусуются и... Так, вы из Гештальф-института будете, хорошо? Специалисты по Гештальф-психологии из Гештальф-института. А не двоем или один? Двоем. Двоем, да? Злаб, можно ли попросить сыграть роль наркомана? Трансперсонального наркомана? Нет, просто наркомана, который экспериментирует, лечится, оттягивается музыку, которая, в общем, удовольствие в этом находит, полное, которое, конечно, человек несемейный, у которого нет ни детей, ни жены, но есть масса друзей, удовольствия и страсти. Ламинная. Вот вы трое, трое, будьте из ФСБ, трое. ФСБ. Генеральный служб безопасности с нами. Так, ну как бы так, вот вы, вы вот досюда, будете члены парламента. Один мужчина получился? Да. Мало. Вот и тот. Член парламента. Вы сами даете себе имена. Парламента. Парламента. С себе имена и на какие фракции? Вы сами сами по правилам. Я не знаю. Женщины. И особенно привлекают юные члены парламента. Ты будешь Сережей Всехсвятским, ты Володей Козловым. Это не важно, что вы не знаете. Просто играйте и все. Ты не знаешь Володи Козлова? Не знаешь, да ты не знаешь, Сережа? Первый раз, хорошо. Сережа, да? Вот уже констелляция вырабатывается. Так. Володя Козлова. Да. Может, ты еще козлова? Сейчас ты и покажешь. Да. Сейчас ты еще лучше, если совершенно можно узнать, что он представляет. А почему он представляет? Он только все, не пойдет. То есть они вместе и все поединяются. Да. А вот, тихо, подожди. А что? Я, 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 пожар. Не знаю. Давайте, будешь народ. Отлично. Четвертый раз. Вот, а, дружок. Четвертый раз. Да, пожалуйста. Да. Ну, давайте, когда я быстренько бросаю. Вы у меня будете мусульманин. Мусульмане. Вы будете юдаисты. Нет, извините. Подождите. Вы будете буддисты. 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 А вы даосы. А, православ, можно у нас пригодить? Православ. Июнь. Антрический июнь. Дуань. Шуна Светошки. Не ждать на Агриюке. Владимир Газуков. И Сергей Сик-Святский. Агрию. Спасибо. Володя, пожалуйста, первая, первая постановка, кто в центре, кто сбоку и все. После этого можешь спокойно идти, мы тебя позовем на заказчик. В смысле, в такой группе в центре. Вот как тебе хочется их поставить относительно друг друга. И мы начнем работать. Вот мы одна роль, очень значит, мы для России забыли. Владимира Майка, может, избранник. А там есть... Команда? Команда. Команда. Команда стоит посредине. Команда. Вот он и стоит. Поэтому последний, пожалуйста. Ну, ставь. Простай. Где народ, где кто. И после этого идти. Потому что это вот такое вот твое деяние предварительное. Последнее. Так, ну давайте. Кто в середине, кто помогает. Вот давай пускай партия правительства наито, парламент. Вот сюда. Вот сюда. Забить реакцию. Да, да, да. Где граница? Продолжение следует... 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 А что надо вообще говорить? Чувствование здесь и сейчас. Вот, Андрюша, ты теперь в Станислав Грох. Вот ты сидишь на этом месте. И мы тебе покажем, что надо делать, чтобы было остальное всем понятно. Вот ты, Станислав Грох, ты сидишь вот здесь вот. Как в том. Надо просто говорить, что я себя чувствую сейчас. Вот ты кого представишь? ВСБ, да? Ты не знаешь ВСБ, а что надо делать? Вот именно это сейчас говорит ВСБ. Я тебе точно могу сказать, потому что у нас на тренинге есть люди из ВСБ. Они имея это сейчас нам и говорят. Мы не знаем, что происходит. Поэтому ты удивительный точный доступ. Сейчас вы просливы, что происходит в ВСБ. Класс. Класс, конечно, более того. Они приняли решение оттуда уходить. А кто входит? Станислав Грох, прошу. Вы начинаете всю эту совку. Пожалуйста, внимание и тишина. Я чувствую тяжесть в груди есть такое. Ко всем вот этим силам можно высказывать отношения. Относиться твоему положению в этом центре с Богом? Я чувствую некое единение со всеми этими силами. У меня такое ощущение, что мы все единое целое. И я гармонично в эту ткань, несмотря на свое иностранное происхождение, в общем-то, вписываюсь. У меня такое ощущение, что все-таки меня тянет к России. Они что-то забыли. У меня такое ощущение, что я когда-то жил здесь в каких-то жизнях. И мне приятно, что Володя попал ко мне. Это семинар. И что я имею возможность приезжать в Россию. У них что-то конкретное по отношению еще по кому-то. Прямо сейчас. Еще к кому-то. Вот еще Кештайд тисно меня тянет тоже. Можно я? То есть туда хочется больше, чем к ФСБ? Ну, как это выпуск? Хотелось бы привлечь этот выпуск к центру? Вы мне ближе, чем ФСБ. Это хорошо. Здравствуйте. Хорошо. Следующий у нас была... Кабаретная катагемия. Кабарет. Большое спасибо. Подознать. Скажи что-то в профессиональном подкушествии. Да, в профессиональном. Как бы... Действия хочется. И туда, и сюда хочется успеть и попасть. Вот больше всего, не знаю почему, но с первого момента вот в парламент меня тянет. В парламент. Вот так тебе, например, туда. Ну, конкретно в какой-то фракции? Ну, вообще... К татристам. К тантристам. Это парламент? Тантристы это не парламент, но татристы это примкнувшие парламент. Ну, вот мне тоже примкнуть на время хочется. С какой стороны? Со стороны татристов. Нет, вот со стороны детишек. А кто такие дети в парламенте? Это женщины России, а это агрария. хорошо к агариям или женщинам россии ну я просто не знала что вот они женщины россии мне причем показалось что вот они такая молодая фракция сначала такие были а потом их переименовали да какая молодая какая новая еще нет такие есть чему поучиться у кого а и у того и другого почему можно поучиться у джуны ну я не знаю какой джуны там как-то чему поучиться но вот у этой джуны как-то какой-то вот какой-то вот стабильности чего-то такому древнему такому основательному а вот как бы наргаману вот он такой здесь вот летает вот такой легкость вот как раз хочется ну не знаю что это работает но потом присутствует хорошо вообще не все от народу да вот это что после парламента народу интересовал чем это ты сейчас чувствуешь что народ это главное что ты прямо чувствуешь прямо сейчас что главного вот главное-то сказала тянет парламент интересен наркоман интерес на джуна а народ откуда пришел с какой точке села пришел народ какой точке села вот импульс откуда пошел вот здесь защемел там голове там здесь вот вот здесь вот что-то такое вот почувствуй мне мне кажется вот от сюда пошел народ пошел народ хорошо стихи так хочется к контритам в полоску или вот сюда сюда к молодым молодым да мне странно я себя чувствую все время вот так в жизни себя чувствую как будто мне что-то надо сюда выдавать то есть вот как огни йоговец я скажу по большому счету пусть русского народа чтобы он вот у меня такой тяга вот задавать какие-то большие вот такие дела мне бы просто так вот потихоньку понемногу а что-то хочется такое сказать как о русском народе хотя сам вот я чувствую народ недолюбливый что такое какое то отношение по вашему счету, путь русского народа именно идейный, как инновация, вместо под солнцем, сдегрироваться мировому сообществу, как идейно, за нее не платят. Ростановки ролей такие, что за идею не платят. А, как вы говорите, 40 процентов, 400 единиц из России. Как это разделить? 400 единиц такого потенциала России. Как ты можешь прямо сейчас пожить? Чувствуй, пойди за тем, как ты можешь здесь пожить? С кем пожить? А я уже живу. То есть тебе на этом месте нормально? С одной стороны нормально, с другой стороны все время такое ощущение, что как бы я не для себя живу. С другой стороны я без этого не могу. Я начинаю говорить, а сам говорю не для себя, как для всех. Какие-то идеи, а потом бак. Ты имеешь право для себя сейчас почувствовать. Вот прямо сейчас. Тебе нормально стоять вот там? Нормально. Нормально. Вернуться спиной, присесться, залезть куда-то, накрыться одеялом. Я сейчас не хочу, чтобы я начинаю ходить. Спасибо. Заходите почаще. Что ты почувствовал? Что ты почувствовал? Прямо сейчас. Кто тебя обманывает? Почувствуй. Вот они все здесь, здесь. Вот. Вот Мил, он там просто сейчас. Сейчас? Вот он начал уныть. Что ты почувствовал? Он или я? Он. Он. Оно. Родительская школа. Я Юля Познова. Я не Оно. Я протестую. Я что-то сейчас рожу. Учили. То есть ты сейчас делал достаточно для того, чтобы закрыться? Давай. То есть в Агне-йоге самое главное закрыться ворота? Не в Агне-йоге. Ты сейчас представляешь Агне-йогу. То есть в той же время, чтобы того не было. Ну, спасибо. 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 Вот послушаем. Вот все, что сейчас тут говорила Агне-йога, ну, это я не буду уже просто прямая трансляция Агне-йога, да? Ну, вот почувствуй, что бы себя новенькое такого уловили. Что вообще вот та сила, которая вот так вот действует. Без обсуждений. Просто сделайте себе такую пометочку. Я вам повел для себя что-то новенькое, а потом к этому вернемся еще. Кто вы после отниметесь? Меня. Да, Джона. Джона, доставайте, пожалуйста. Более избегайтесь. Шел, что вы сейчас чувствуете? Надеюсь на все. Кем тебе интересно отменяться взглядами? Кем тебе не интересен? Я чувствую эти нинья. Мне очень интересно. Можно взять еще что-то, вам там очень хорошо, сесть вместе. Они объединились. Замечательно. Спасибо. Кофе у меня там, народ, ну, такой хороший, такой добрый, большой. Вот такой наркоманец, нападок. Вот когда наркоман сказал, давай сюда, я тут почти упал, я пошел. Ну, то есть вот такой, да. Я думаю, давай камеру. Ими какой-то афон. Вообще, на самом деле, вот эта камера, я просто, как бы, пофигу сначала была, а вот сейчас мне уже как-то вот наркоман, как это вот театр. Ага. Чувствую тягу к наркоману. Что-то он мне нравится. Чем? Какое-то он такое, знаешь, лицо, и вообще такой вот он нежный. Он там пребывает в таких своих улетных состояниях. Мне хотелось, действительно, приобщаться к этим улетным состояниям. Ну. Вообще, в зайчики с ним прииграть. Ага. Хорошо, да. Больше никому нельзя нет, в зоминном команде. А, да. Вот, поехали, Николай, чего-то, да, не просто здесь. Ой, что-то, все. Вот стену группу своей голубой голубизной. Яркой, в общем, голубизной, в отличие от всех. А я приведу, вот сразу. Опытный взгляд, чтобы не завидел голубого. Голубой, я имею в куртку. Лучше. У меня, как бы, вот сначала, действительно, к стену группу у меня просто какая-то душевная какая-то посылка. Когда я видел, как стен группу превратился в маленького мальчика, перед некой магической силой. Магической силой. Я почувствую, что маленькая силы здесь. Идет. И вдруг группа превращается в переду магической силы. Женщина черных, а остальные магические силы. Превращается в такой маленький мальчик. Я сказал, что у меня, какого, басовка не моя очередь. Поэтому я бежу. Не пустой, ты думаешь? Да я бежу, да. Ну, друг, друг. У меня очень большая приязнь. Я потом скажу, у кого я играю. Я в ком я играю. Ну, да, все эффективно. Ну, как я еру, хорошо. Но она с частичным проблемой. А прямо в рот, почему они не смотрят? Какие рот? А я говорю, как это делать? Чего? Ну, да. Ребята, кроме санцемирования греков, еще массового на этом мире нет. Вот, пока меня крючатся, ты камень, мой друг, так сказать, прикольный, он тоже сидит и говорит, вау. Вот, там все нормально. Все остальное фигня, все остальное это сон. Причем, если вы посмотрите вот эту игрушку, которую я сейчас снимаю, вот там реальность. Там двигается как-то реальность, да? В черно-белом, опять, вот такие движения. А вот это все... Юля, как вам удается получать такие большие социальные средства? А я раскалываю на жалость. Вот мы слышали, сказать, ой, но если бы этот человек был обеспечен от нее, они же убедили, у них, они бы съемки. Если бы был человек обеспечен, то бы я так раз прикинул, так вот, девочка, ты счастлив. Есть ли еще кто-то здесь, у кого есть финансы, кому он не наскалывать на жалость? Финансы? А я вот не помню. А, кстати, вот, вот кому я наскалываю. Вот он производит впечатление человека, действительно, которого вы не знаете, во всяком случае, или есть. Нусульман. Нусульман, да. Он не знал, какой-то такой, вот человек, который производит, вот здесь, человек говорит, Влада Сталин. Так, сейчас я посмотрю, кто еще. Вот, кстати, ну вот Сергей, Сергей не производит впечатление, человеку, у которого есть деньги. Самое интересное, достаточно вот это все шаг. А, Володя какого? А, Володя. Володя вообще, на самом деле, он может что-то все какого-то впереди. Ну, значит, что-то впереди, потому что мы все 20 с чем-то лет, молодые еще, понимаете? Володя какого? Да. 20 с чем-то? Да. Да, вот, у него, кстати, вот большие перспективы. Чувствуется, вот бизнес, там русские, русские, вот, молитвы, ну, простите, молитвы, щеки. Плохо, хорошо. Вот, ну и что. А пока, вот так, в принципе, по деньгам, мне же интересует только люди, вообще, мне же интересует и люди, мне же интересует и кошельки, понимаешь? Ну, вот, вот, у мусульман. А что же вы не знаете? То есть, мы вам хочется... В СССР есть деньги. В СССР нет. Кто-то. С СССР нет. СССР нет. СССР нет. Да. О, вот, английский. Английский, про-английский. Вообще, что-то, такое ощущение, что у него в виду манго. На английском. Манго. Манго. Ну, может быть, мамго. Манго. Вот, что-то такое. Не, вот. Так, я бы с мамой правой. Мамой рад. С мамой. А правительство? Правительство? Не, в аппарате. А, парламент. Ребята очень хорошие, они думают. Но вы не прийдете. Юля, вы не хотите продолжать? Или выходить за бюджетами? На самом деле, я за бюджетами за это, потому что я еще приезжаю за бюджетами. Конечно. Мне нужно своими делами включить на Вьетнамск. Последний раз. За бюджетами. Прошу. Он просит, не может. Жерез. Вот здесь рядом, а у нас тоже. Коски, прям рядом. Учитель. Светочек, можно сказать. Мы вообще все Все. Извините, а вот... А я забыл. Заботаем. Представь с собой. Борис Николанич. Если что, пожалуйте к нам. Я очень помню, кто есть и должен. Чувствуй прямо сейчас. Все уже включено, поэтому можешь чувствовать прямо сейчас, кому тебя тянет, кому нет. Потому что все уже включены. Я вот чувствую, что всех тянет ко мне. Ну не всех, но многие. Если всех тянет к тебе, что ты можешь делать, чтобы чувствовать себя еще более гармоничным? Я как бы почти в центре. Если только на другой бок повернуться. Спидой к ФСБ. Смотрите, как интересно, да? Что инстерляция замкнулась. Единственная пара. Это очень сильная пара. Пожалуйста, не забывайте, что оттуда идет очень большая сила. Потом мы поговорим, почему оттуда идет большая сила. И вот я не хочу здесь перекрывать, потому что я периодически попадаю вот под вот эту вот силу. И мне начинает вот здесь вот как-то очень интересно будет в теле. Поэтому я лучше буду оставлять проход для этой силы. Но с другой стороны, посмотрите, констилляция сейчас выстроена вокруг кого? ФСБ и наркоманов. Вот центр нашей Вселенной показывает. Сделайте себе еще одну победу. Хотите спейтесь, хотите не спейтесь, то это вот так. Это не случайно оказалось в центре. И помните, что это трансперсональная констилляция, то это контроль над долгом, над долженствованием. Кто такой наркоман, который над долженствованием, который может себе позволить выйти сзади? Над ним ничего не давление. И ФСБ, которые обладают такой силой, которая заставляет остальных людей коррелировать с этим, это же КГБ. КГБ, 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 какая разница? Это то, или чем? О, это человек оттуда. Все. Включилась огромная махина чувствования, что это и кто это. Вот следующая. А по вебинарии один человек тоже бывает? Ну, в этом случае по очереди, чтобы не было вот... Решай, пожалуйста. Тихо. Тихо. Вы все слушали. Не нравится это? Вдохновение. Только мне нравится. Появление такое не нравится. Не нравится. Что-то они тут собранятся и не понятно. Почему так много. Не нравится. Какая-то напряженность, какая-то напряженность. Опасность какая-то. Опасность. Опасность. Только отсюда. Отсюда. Опасность какого-то потенциального, ну, действия, нехорошего, негативного. Это трансперсональный институт, Севсвятский, Козловский. Потенциальная опасность. Те так далековато, но ничего, можно держать на контроле, но не опасно. Вам всем можно. Там как-то так, мне очень нравится. Там напряженность, давит, расширяет, колет, щит. Контроль. Контролирующая какая-то функция. Т.е. как Вы воспринимаете контролирующую функцию по ощущениям? Ну вот оттуда что-то такое, хочется повернуться. Так вот поставить экранчик какой-нибудь. Ощущение такое, да, заэкранировать. Ну что-то такое, подавляющее, молчаливое, подавляющее. Что-то тоже такое, скрытое немножко. Галящее, холодное еще. Как сейчас чувствуется? Тепленькое такое. Тепленькое? Да, не холодное. Тепленькое. Недалеко не холодное. Спасибо. Так, усказываетесь. Мне хочется выйти из центра, сесть куда-нибудь в круг, но не далеко, а вот куда-нибудь сюда. Для того, чтобы с одной стороны выйти из центра внимания, я себя как-то неловко чувствую, с другой стороны для того, чтобы продолжать контролировать то, что здесь есть. Это молодая толстая ФСБ, я узнаю. Вот эта старая конфессия… Не устраивает… Не устраивает… Не устраивает… Да, не устраивает. Да, не устраивает. Никуда не деться. Окей. А к Борису Николаевичу Ницину с супругой такое отношение? Да просто… Это распадали. Так, вот, пожалуйста, отношение к православной конфессии. Нет никакого отношения. Никакого отношения. Интересный момент. Интересный момент. Строгать не буду. Уже хорошо. Так, вот, вот эта вот часть секток. А кто это? Я забыл. Мусульмане, иудеи, буддисты, таосы. У вас сейчас выбор оставаться в этой организации или вы будете заниматься другим делом? Нет, хочется оставаться в этой организации или вы будете заниматься другим делом? Да, остаться в этой организации, но вот с центру идти. С центру идти. Так, что хочется вам? Ну, в первую очередь, мне бы хотелось всех по другому перераспределить. Может, всех по другому перераспределить? Всех по другому перераспределить. То есть, вот ощущение того, что в потенциале хотелось бы действительно всех проконтролировать и по руководить. А вот нельзя. Да, а по задачам и ситуации нельзя. Нельзя. Не удастся. Да, и вопрос только в том, то есть, хотелось бы встать из-за чьих-то спин на все это смотреть, но не поймут. Вы можете разделиться сейчас, при этом чувствуя свою связь все время, разделитесь так, как вот вы чувствуете тело. Девочки. Привет здесь. Девочки. 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 Пожалуй, за вами встала. И вот мой сынок. Дюга. А вы уже куда? Ну, вы уже куда? Не можете куда? Я говорю, что я умрую, что он. Да. А в доме Явлинского кто у нас еще есть? Шохин еще есть. Шохин еще. А? Шохин. Не хочу я Шохином быть. Не хочу. Да, Шохин он и ушел. Все понятно. Так, пожалуйста, внимание на нашу Госдуму. Ребята, эти пока сидят, вот, и думают. Да нет, ну там Нождом Россия, ладно. А кто там Нождом Россия? Кто остался, не знаю. Черномырзин был там, Жохин, я не знаю, кто там. Черномырзин. Ну, давай. Ну, вот, не думаешь, там нету. Он выкинул. Выкинул. НДФ. А это Явлинский, это Яблоков, да? Окей. Окей. Владимир Вольфович, можно с Вас начать? Что Вы чувствуете? Да, пожалуйста. Спокойствие, прежде всего. Однозначно, спокойствие. С кем Вы чувствуете тесную связь? Прямо на здесь и сейчас, вот, просто проводя взглядом по всем, вот. Президент, ты кого-то сидит? Надо ближе к следующему. Президент. Хочется ли Вы стать поближе к президенту? Нет, не хочется поближе. Хотелось бы сюда его. Его сюда хотят. А, это невозможно. Можно только с собой действовать. Я могу что-то исправить в этой жизни, действуя только сам. Тогда, пожалуйста, Таня, ты здесь. То есть прямо на этом месте? Да. Есть кому-то особое отношение? Вот народ сидит, вот, непосредственно. Нет, то есть особое отношение к народу. Вот, вот эти достойные представители, выстроенные вот там. Господин Астанисов, я уважаю. Уважаю. Уважаете? Да. Вот все уважают Станислава Группа. Как это интересно. А вот остальные проявления, наши конфессии многочисленные, ваши отношения к ним, что с ним надо сделать? Чувствуй прямо здесь и сейчас. Не думай. Что с ним сделать? Я говорю, то, что идет не отсюда, а отсюда. Поэтому я не знаю, откуда приходят эти вопросы. Народ. Оставить покой. Оставить покой. Хорошо. Вот ФСБ радует. Ну, а если их никуда пошли, не денешь, нужно терпеть. Терпеть. Вот все? Это все ваши отношения? Да. Вот и все. Жириновский, Жириновский. Вот и все. Спокойный человек совершенно. Абсолютно. Давайте послушаем вот... В нашем доме России непонятно кто. Ну что? Ну вот так и звучит. В нашем доме России непонятно кто. Только громче, пожалуйста. Я понял. Пусть она плохая, а почему-то громче. Ну вот почему-то буддисты мне не нравятся. Вот эти вот все вот там вот сытят, что-то вот как-то не нравится. Прости мне место в России, в нашем доме. Ну как-то вот, какой-то деструктивный элемент какой-то. Ну что-то не вот там. Что вы можете сделать, чтобы она стала более структивным? Вы не видите, что такое неолонизм. А, вы пойдете книгу. Под... Не сходить ли мне замуж? Сходила. Хорошо. Так. Ну КГБ так нормально, так, такое ощущение, что... Нормально. В нашем доме, да? К народу. К народу. Вот наш дом в России, к народу, как? Ну что-то такое, вроде как, такое благожелательное, но ничего конкретного. Так же просто, легкая благожелательность. Легкая благожелательность к народу. Услышали? Все, легкая благожелательность к народу. Спасибо большое. Так. Вот к нашей интеллигенции творческой. Никак практически. Что это? Никак. 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 К интеллигенции никак. Ну так же, некоторый интерес небольшой. Некоторый интерес. Интерес. Вот так. Так, тантристы. Знаете, что такое тантристы? Да. Представляете, хорошо. Весело. Весело. Духовный секс это. Веселый духовный секс. Весело. Так, Борис Николаевич, значит. Вот, лик просто снимаю. Да, да. Не камера. Нет, я постоянно, я постоянно снимаю. Я просто танцую, я просто танцую, я просто танцую. Все, 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 все. Очень интеллигентные люди. Ну, очень. Тихие. Тихие, интеллигентные люди. Что-то никак, вот немножко, какая-то опасность такая небольшая. Вот такой вот, как бы, контроль и опасность. Ну, конечно, шофера с черномырзлиным нет уже, конечно, опасность. Да, вот, что-то вот как-то не очень хорошо. Христиане. Так. Не, а, кстати, благословность такая. Благословность. Да, вот такая. Благословность. Вот к наркоманам, как в нашем Доме России. Вот так, да, но с улыбкой. Ну, вот такое ощущение, что вот, как бы, нехороший элемент. Что вы можете сделать прямо сейчас? Куда внедриться, встать, вот, чтобы стало легче? Чувствуй, просто вот иди за внутренним ощущением. Просто чувствуй. Нет? Нет, нет, нет. Вот что-то сюда у вас хочется устроиться. Суд, устраиваться. Представить. На, что в России возъявился с ФСБ и христианством. Нет. Отлично. Так, Яблоко. Кс. Елинский, по поводу Ялицы. Чувствую я волнение некоторое по поводу нахождения в такой большой компании. Ну, что могу сказать? Нравились ли мне все? Народ меня очень. Хочется с ним поработать, чтобы как бы приблизиться. Нет, я сама не пойду. Кто вы еще против Примакова? Слушайте. Чтобы я пошел работать с нами. А вот его к нам хорошо бы. Надо поработать с этим. Нет, только ножками. Только ножками. Да. Я, конечно, могу там постоять немножко. Чувствую силы в народе. Способности. Прошу. Ну, как-то вот постояла. Ну, хочется еще у кого-то. Чувствую. Я чувствую. Я чувствую. Вообще все люди хорошие. Все вот отличные. Делают свое дело. Как-то сделают. Вот ведь легензия немножко как-то вот она у нас увяла. Надо ее... Надо что-то делать. Но я одна не могу на всех. Ну, хочется. Так. Вот немножко огнеем. Они как-то в себе что-то такое закрылись. Раздражаются. Так. Да. Ну, что могу сказать? А вот это такое впечатление. Они неправильно понимают свою задачу. Чувствую. Они там что-то не то делают. Вы как интеллигентный человек. Имейте представление обо всем. Они делают что-то не то. То есть там как бы изначально... Вот эти то делают. Вот эти. Я поняла. Эти делают то. Да. Они как-то там не то. Они по-своему что-то такое. Ну, они, в общем, оккультуривают народ. Худый, бедный народ оккультуривает. Оккультуривает. Оккульчивают, да. Оккультуривает. Фигура с лицом. Абон Nikko. Абонирн. Фигура с лицом. Абониржай, пожалуйста, матрасиками назад. Давайте назад, да. Ну вот фигура стоит. Смотрите, откуда народ пытается спереть? Вот сми. Подним. Си. Облом. Очередной облом нашу народа. Спереть не удалось, но хотя и... К Станиславу Грофу у меня такое отношение, что он... Человек по всему видно, что знающий. Что? Знающий, что он делает. Он знает, что он хочет. Один. Остальные никто? Нет. Нет, ну почему? Они все хотят, как бы нет. Но вот здесь как бы четко выражено. У него очень четкая линия. И он хочет привлечь всех, такое впечатление у меня создается. К тому, что он делает. Как ты это чувствуешь? Чем именно он привлекает? Своей глупизной. Юля имеет право постоянно комментировать. Ну вот как-то во внешности что-то такое есть. Что именно во его внешности делает ясно, что он знает, что он хочет и привлекает? Я думаю, что взгляд. Взгляд. Именно то, что он за очками. Или он какой-то спокойный или пристальный. Ну, то, что он за очками, как бы, это не сильно мешает. Глаза-то видно. Видны глаза. Вам видно глаза с тени своего друга. Да. Он ходит с прищуром, но в общем... Именно потому, что он с прищуром чувствуется, что он знает. Что его нужно как-то добиться. Так, чтобы, так сказать, то, что он хочет, осуществилось. Слушай, ты все знает. Да, знает, знает. Ну, время рассудит, скажем так. Время рассудит. Так, переместиться куда-то хочется. Вот наш Дом России уже переместился. Наш Дом России вообще очень приятная личность, на самом деле. А вы верды? Да. Странно, что вы с ним подрались. Да нет, мы пока... Вы стояли боком, у лица не видели. Развернулись, понятно стало. Чувствуя, куда хочется сейчас все. Ну, как-то мне... Вот, я не знаю. Хочется мне втечь. Не хочется мне втечь. Ага. Так, так, так. Ну, Суману. Не, 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 не. Ты такая я поступает. Нет, нет. Суману. 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 Какие вещи мы узнаем сами о себе? Борис Викторович, вам. Делай все, что хочешь. Вот иди и делай. Ну, мне бы хотелось осадиться в своем месте. Прямо вот здесь, или там, рядом с Кабарой. Ну, просто будет здесь на своем наступке. Есть кому-то особый интерес? Я тут кто-то нравится среди вот этих вот дядей и тетей, таких взрослых. Ну, кто нравится? Ну, как бы, мне тут нормально. Мне все нравится, да, и обстановка хорошая. Активности хочется вот своей добавить? Вот женщинам в России хочется быть активны? Очень хочется пока посидеть, посмотреть. Ну, активности не хочется. Активности не хочется. Слышали, да, женщины, России? И не ждите пока. Ну, пока хочется посидеть, да. Все делает так. Так. Так, ну, я, Павел, как-то не сразу поняла, что, да, если я выбрала Зюганова, то за мной будет таскаться Агрария. Спасибо. Я сейчас вспоминаю, как кто-то говорил про Геннадия Александровича, да, насколько импонирует, что он большой такой мужчина. Я помню, как эта женщина с палами захлебывает, вот такой, вот такой мужчина. Вы большой пуган. ПСБ, как-то вообще, ближе он, это очень настораживает, на самом деле, очень. Радует только то, что зрелые кадры ПСБ останутся в центре, и не пытаются вибрают ситуацию. Серьезно, секретно? Я еще привязан к месту. Явлинский, там же пациент, наркоман, не вызывает каких-то негативных, ни позитивных вопросов. Конечно, это неважно. Так, ну, что я не знаю. Кем вы работаете? Обычно мы работаем с невротиками. Где это? Чувствую. По ощущению, здесь работают язкики. Чувствую здоровы. Ты можешь делать сам, ты можешь сам будет делать сам. Мое перемещение туда сделает еще больше ситуации. Вот положение, ну, так вот. Положение вот здесь меня устраивает полную степень. Что оно тебе дает? Оно дает какую-то такую защищенность от того, что происходит там. А ту сторону? Рядом со Станисовым Крофом. Очень неустойчивым. Народ далековато, а может. Людмое движение не беспокоит. А вот различные лечения религиозные, когда оказались там, несподусловно. Хорошо отношусь к христианству. Очень красиво. Откуда? Откуда? Простите, пожалуйста. Я взял, пожалуйста, пошло бы. Разбор. Но перемещаться никуда не хочется. Так. Что там делается вообще? По маневме я только заобнела. Ну там не все. Да. Да, хорошо. Я явно почувствовала абсолютную боль и за поддержку. Поискала и поискала, очень много искала. Наконец, пока еще парламент здесь был, поглядела. Спросила, чье. Понятно, чье. Я не знаю, чье. Но если чье, то можно взять. Ну, это наша российская. Да. Каждую поддержку получила, все прикрылось. И так замечательно, там души. Все видно, за все можете подобрать. Ну, ванна сверху очень подрывает, что ли. И только очень композно. Все. Я не буду надзавелась временно, но просто... А? Все, ребята, если честно, у меня вот хитеньки-хаконьки. Сейчас я вот в бешенском полном. Неужели вы не видите все это пространство вокруг? Это же вся Россия. Вот эти решетки на окнах. Свет, который бьется. Просто... Снимай, снимай. Знаешь... Вот это христианство долбанное, которое сидит здесь. И где ваши православные корни? Вон храм стоит. Храм вон стоит. За решеткой. За решеткой. Я думал, что это решетки, знаете, как специально установленные, чтобы не выпустить из тюрьмы. Под названием Россия. Ни вина. На самом деле, вот если заглянуть за эту решетку, надо оберегать, чтобы ты не выпал из окна и не разбился. Есть выход. Вон дверь. Каждый через нее выйдет, когда умрет. Я это сделал, когда живу. Ты больше не знаешь всех связку, а? Я... Я всех связку, я не знаю. Если честно, вот... Я себя абсолютно комфортно ощущаю в любой точке пространства. Что я и делаю, я перемещаюсь. Чекист. Ну расстреляли твои козлы моего деда. Ну и хуй с тобой. Выдешь за ту дверь, мы там с тобой все равно встретимся. Сейчас я пока тебя не трону как лично, потому что тело несет какую-то ответственность. Парламент. Такой же, как и народ. Хотя, по большому счету, корни-то отсюда. Сила вся с ним. Это не подебратство, а просто... Он даже... Я даже не знаю, чем я на самом деле обладаю. Пространство, вот, Россия, вот. Есть, вон, другие страны, которые без решеток на окнах. В частности, ТО, здание. Внизу, там, Албания, наверное, с решеткой мне еще. По поводу денег, Юля, снимай, снимай. Да, да, да. А, кстати, у меня вопрос к тебе, да. Три с половиной года назад у меня в кармане с этим не было ни гроша. Кто сейчас может показать деньги в кармане? Это просто факт, что это Юля. Всех сделал, всех. Даже карманов нет. Нет, ну здесь еще запасной карман, ты понимаешь? Тут еще есть, понимаешь? Тут еще есть. Класс. И еще, наверное, в банке у тебя, да? Нет, ни фига. Чтобы с этого кармана взять, надо положить. Поработай своими мозгами. Ты баба. Музик. Что еще хотел? Хочу. Посмотрел? Ага. Да, я прочитал в метро недавно надпись. Она звучала так. Если будешь много знать, не дадут составиться. Кстати, мудрая вообще фраза. Все правильно обсуждался. Я действительно знаю то, что и вы знаете. Действительно вот это вот пространство, но вы тоже в нем. На выходе будешь тоже из этой двери. И ты туда. Вы в одну очередь. А? В 81. У вас удостоверение вне очереди. Вперед. Пора уже. И не надо комментировать. Запасывай на эту твою очередь. Я просто делаю то, что я сейчас чувствую. Я живу сейчас. Сергей, вот после... Сейчас вы высказались. А определите с вами место, пространство здесь. Пожалуйста. Зачем? Я не хочу его локализовывать. Я везде себя комфортно чувствую. Могу рядом с христианским. Пожалуйста. Могу прилечь. Могу привстать. Но вообще-то, если честно, мне не хочется останавливаться в одном месте. Мне хочется с каждым общаться. Каждому донести... Только молча. Когда вы сейчас закончите, вы можете перемещаться только молча. Это возможно.